добрый вечер не планировал ничего записывать но случайно сразу говорю случайно ребят посмотрел точнее ну естественно пересмотрел один очень старенький фильм которого меня просто на не знаю я пришел в восхищение я до сих пор как бы вот сижу и восхищаюсь как можно было такое снимать это потрясающе дело в том что я сразу скажу их я прекрасно знаю как вот эти все фильмы снимались да то есть вот эта эпоха там конец семидесятых начало восьмидесятых годов культ вот этих восточных единоборств которые раскручивали под которой создавали рынок вот ну достаточно вспомнить брюса нашего любимого лида который на на этой теме зажег а потом очень долго зажигали на его смерти то есть я честно говоря я не знаю как умер брюс ли мне честно говоря это не очень интересно но я знаю что вот на его смерти постоянно вот эту тему педалировали раскручивали естественно делали кучу всяких каких-то вот фильмов с его участием там но с участием всяких брюсов ли брюсов life вот ну и вот соответственно тема про ниндий она из той же оперы было и вышла такая серия фильмов про ниндий ну который естественникового отношения к реальным ниндиям не имели но были очень красивые там вот эти ребята все в черных костюмчиках такие все прыгают очень симпатичные а вот всех так типы убивают и так далее и тому подобное вот и естественно хедлайнером этой темы был человек по имени все косуги вы извините я буду называть шок осуги потому что я дитя видео салонов я превышен шок осуги но там был хедлайнером в этом деле и зажег ну в основном фильме месть ниди ну я уж не говоря о том что шок осуги он у нас является звездой фильма крестный отец часть 2 можете посмотреть его фильмографию если не верите он реально вот человек начал свою карьеру с фильма крестный отец 2 вот ну а так как из фильма крестный отец мы по большому счету обычный зритель ну кого вспомнит ну там али пачино да и соответственно этого как его господи роберта денирова да тут нету про крестного отца про крестного отца есть википедия википедии вычту а вот ну 2 крестного отца мы каосуна аль пачино робер денирова вот третий по известности там шок осуги а вот он в этом фильме тоже есть вот но не на первых ролях на на первых ролях здесь актер по имени франко нера на самом деле франко нера актер хороший хороший итальянский актер у ну дамиана дамиани когда-то снимался да то есть потом ну я про джанго вообще не говорю да джанго это легенда вот ну и вообще это серьезный человек серьезной фильмографии я вот специально полез посмотреть джанго освобожденный естественно я я я специально полез посмотреть тут фильмографии длиной два километра я полез посмотреть он один раз вот вот в это вот попал ну так судя по всему один раз вот так он снимался во всяких вестернах приключениях в серьезных драмах вот то есть актер хорош вот но вот тоже как-то вот залетел на эти галеры но насколько я понимаю ну действительно как это все снималось ну приехала какая-то банда из штатов данном случае на филиппины вот но тут вот подтянули франко нера который где-нибудь соседнем отеле отдыхал выписали шок осуги там быстренько там костюм из предыдущего какого-нибудь фильма про очередного хонгельдона да там всех нарядили и там за несколько недель это дело все сляпали нормальная схема для производства вот такого замечательного фильма но тем более что вот кстати главная актриса тут юзен джордж она фильм выглядит так как будто она действительно из как как будто и в баре в соседнем просто зацепили так причем уже филиппинском и в американском уже филиппинском вот просто зацепили тип пойдем с нами сыграешь да но я посмотрел фильмографию не а девушка английская актриса долго снималась вот и даже вот фильме соломенные псы вот очень серьезное кино вот но видимо в этот раз ее действительно зацепили в филиппинском баре вот может она там тоже отдыхала ну по крайней мере это все так смотрится ну вот а вот потом начался видеоряд и я начал впадать в ступор потихонечку ну скажем так я понимаю что все это комиксы и так далее тому подобно ребятам хоть какая-нибудь логика то должна быть число ну ладно черные костюмы ниди это мы привыкли да ну тем более что они более менее как бы еще их можно объяснить с точки зрения банальной логики но действительно в средних веках когда на каждом углу не было источника освещения до черный костюм ночью тебе очень помогал то есть и действительно ниди ими баловались было дело а вот ну днем вы бы тоже ниди не увидели не потому что он в черном костюме ходил да потому что днем они там могли ходить там как крестьяне как купцы как самураи как кто угодно вы бы тоже от нормальных людей не отличили люди знали замаскировку они все-таки были убийцы шпионы там вот и так далее вот черный костюм нормально вот когда я увидел белый костюм да тут у меня начал рваться мозг нет я в принципе я подумал вот если бы вдобавок к этому белому костюму на нем были бы еще ум ты меховые перчатки и песцовая шапка ушанка тогда да тогда это можно понять это мог быть какой-нибудь там высокогорный ниди ну японии же есть горы да там где снеговые шапки или там сибирский ниди вот или арктический ниди ну потому что во всех этих местах без шапки ушанки просто дождь дуга очень быстро вот вот просто так вот да а ни в какой другой ситуации вот такой белый белый прикид он он абсолютно не функционально ну то есть черный не видно ночи но белый не видно днем так не работает ребят но он постоянно весь фильм бегает в этом белом костюме вот причем его очень хорошо видно на фоне джунглей просто видно видно просто шикарно вот и он его почему-то несмотря на то что прекрасно видно его почему-то никто не замечает вот это отлично но когда я увидел что те кто его не замечают бегут в красных костюмах ну тут я честно говоря вообще впал в уныние потому что ладно я могу объяснить черный костюм нельзя могу объяснить белый костюм ниди красный костюм ниди и объяснить уже не в состоянии часовая я долго думал я я пытался понять вообще как это какой ситуации это надо найти надевать и зачем но кстати они тут тоже в этих костюмах еще зачем-то пытаются в джунглях прятаться очень смешно смотрится вот в общем естественно под белым костюмом там франко неро такой весь мужественный весь справедливый и так далее и тому подобное он обучается на нидзю будучи американцем в японии вот но почему японские вот эти вот псевдо нидзя да вот эти реконструкторские такие кружки до обучают американцев это понятно после второй мировой войны японцы американцам сделают все что угодно вот от военных баз до обучения нидзи и чего похуже вот ну значит значит вот а потом а потом герой как бы франко неро он едет на филиппины вот филиппины показаны просто прекрасно вот что меня в этих фильмах радует что ну как бы авторы они нам хотят показать тут как одни нидзи гоняются за другими да и по ходу пьесы очень замечательно показывают окружающие реалии вот филиппины выглядят знаете как что выглядят как рабовладельческая колония вот помните фильм рабыни за урва вот вот так вот да вот эти вот все замечательные американцы все главные герои действие происходит на филиппинах все главные герои это европейцы но может быть там немножко там кто-то американец кто-то не очень но все европейцы они между собой разбираются а вот местные жители на их фоне выглядит как скот вот очень приятно вот на это честность и откровенность смотреть и хороший герой вот он отличается от плохих что он своих крестьян он их не бьет он даже иногда там к ним приходит потусоваться вот когда они устраивают петушиные бои а потом он ложится там на лежанку начинает бухать вискарь они лезут за кайна пальмы за какими-то орехами да вот он их потом продает зарабатывать на этом денежки они его за это очень любят вот такие вот понимаете такие вот хорошие послушные аборигены с хорошим хозяином вот и лучший друг этого хорошего хозяина естественно франко нера они с этим хорошим хозяином кого-то убивали там в свое время на пару в анголе причем они американцы кого вы с вами забыли в анголе ну ладно бог с ним короче а вот а теперь вот они здесь вот так вот замечательно расслабляются да вот соответственно у друга франко нера есть жена вот до мафии до мафии сейчас еще дойдем мафия это вообще прекрасно вот 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 так вот она выглядит вот это вот его жена вот но у нее тоже проблемы потому что от того что друг франко нера вот этот вот местный барон до сельский он бухает у него не стоит она она постоянно хочет мужика в конце концов она залезает койку к франко нерд я ее понимаю принц вот но как-то это вот с дружбой не очень вяжется вот картина дружбы их получается несколько такая специфическая как бы вроде друзья друзья а жену а приходу просто на раз а вот что касается мафии мафия здесь прекрасно она абсолютно идиотская да а вот тут замечать у них тут шикарный бассейн есть прямо в офисе какие-то люди сидят за столом я как раз и кстати я понял я вот к середине этого фильма я понял почему нельзя хороший нельзя ходит в белом это имеет практически смысл дело в том что здесь все мафиозные вот эти вот приспешники они все ходят в белых смокинга вообще все а вот то есть и поэтому когда их много в одном месте собирается и он там в белом этом своем костюме выглядит вполне себе органично другое дело что он без галстука вот они все в галстуках вот они белых костюмах и черных галстуков вся мафия так ходит а вот ну и соответственно так как мафии самой как бы драться с франко нердом они тут нанимают себе приспешников из местных скотов вот этих полу животных да вот ну и в общем так как обычно все развивается то есть хорошего друга там главного героя естественно убивают вот значит жену его она блондинка и убивать нельзя а вот ее берут в плен вот после чего вот финальная разборка она вот абсолютно замечательная вот все все в белых штанах белых смокингах на их фоне белой нельзя действительно практически незаметен вот он убивает вообще всех освобождает тут а они ну но это как обычно вот в этих фильмах они все вооружены огнестрельным оружием никто не могу ни в кого не стреляет я я вот специально эту сцену очень внимательно посмотрел из 20 человек охраны короче вооруженных огнестрельным оружием естественно в кого-то выстрелил один вот это вот вот этот момент да он выстрел куда-то вот в небеса там он не видел в кого он стреляет на всякий случай выстрел а вот но тут естественно блондинка все дела но как бы блондинка в качестве заложника как бы не действует нельзя убивает вообще всех вот а потом приходит значит шок осуги нельзя в черном да и начинается финальная битва вот шок осуги тут интересно шок осуги тут связаны единственный кстати исторически очень верный момент вот который очень внезапно в этом фильме проскочил дело в том что вот эта мафия она когда поняла что она одна с франко нера не справится она сделала очень логичную умную вещь она просто в японии купила нидзю себя то есть не за какую-то там честь не за какие-то принципе просто его тупо купили тоже к тоже как корову там просто пришли его даже никто не спрашивал пришли как бы в его этот самый клан да там дали денег и его значит послали разбираться с франко нера но они как понятные из сюжета старые друзья давно хотя друг друга убить и вот они тут соответственно в конце долго друг друга убивают а вот это вот блондинка замечательная она на все это смотрит дело в том что там вокруг в зале разбросано огнестрельное оружие в количестве как минимум стволов там 20 до вот нет чтобы взять шок осуги высадить хотя бы вот очередь хотя бы магазин да но чтобы ее благоверного тут не зарезали могут же все бывает вот нет она стоит смотрит ну как вы понимаете все кончается хорошо нет ну дело в том что вот 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 следующем фильме из этой серии об американском ниде да где тоже был шок осуги там такого феерического бреда не было там тоже был бред но он был не такой разухабистый а вот тут я че-то я включил совершенно случайно я не отлипнуть не смог ли на это смотрел я просто умилялся снимали же черт попереки но снято она за три копейки я не знаю тут если учитывать если убрать там гонорары актеров но тут какую-то какие-то мизерные суммы видимо были потрачены на реквизит собственно костюмчики и у железки да вот и на звездочки из фольги ну и немножко там каких-то вот фейерверков да и все вот ну камера пленка там я не знаю за пару недель такое можно было вполне сбацать вот а я вот до сих пор смотрю восхищаюсь умели люди снимать умели ну я не знаю я не буду вам советовать отдел пересматривать вот но я получил огромное удовольствие такой ностальжи вот это прекрасный кино просто потрясающе всем добра всем спокойной ночи